Заметки электрика Далее нам потребуется 2 анкерных зажима Он так и называется Зажим анкерный абонентский ЗАП-1635 Далее нам потребуется 2 ответвительных зажима В данном случае у нас используется ЗОИ-1695 на 2.535 Это расшифровывается ЗОИ как зажим ответвительный изолированный Далее нам потребуется анкерный кронштейн В данном случае у меня один Потому что я буду цеплять уже на опоре на существующее крепление А к домику будет использоваться вот этот Но мне прислали немножко не ту позицию Мне прислали кронштейн для ленты Либо для болта Такие кронштейны обычно крепятся на опоре Но в принципе закрепить к деревянному дому я думаю можно будет Ну и далее это у нас 3 фасадных крепления с хомутом Дело в том, что расстояние от дома От сипа до дома, фасада дома Нормируется пуэ И оно составляет не менее 60 мм Поэтому и были приобретены вот эти фасадные крепления Ну и естественно на фасаде дома будет установлен щит Щит это у нас ЩУРН на 8 модулей Вот такого исполнения Ну и здесь соответственно прибор учета однофазный И защитная коммутационная аппаратура Ну к щиту я еще вернусь чуть позже А возможно вообще в другом видео Это самый минимальный набор, который необходим Но помимо этого еще достаточно много разных мелочей Это и провода для внутренней коммутации щита Это и различные наконечники Это и термоусадочные трубки И ограничительные упоры для динрейки И многое другое В общем вот наша опора С нее нам необходимо Выполнить ответвление на наш дачный домик Дом деревянный Щит где-то будет установлен в этом месте Но сейчас по ходу все сориентируемся Домик у меня деревянный Щит соответственно пластиковый И желательно не крепить пластиковый щит на горючее основание Поэтому здесь я вот приспособил вот такие вот направляющие То есть вот я их прикрепил К задней стороне корпуса Их сейчас установлю непосредственно уже на фасад В принципе можно было взять Какое-нибудь просто оцинкованное основание Так ну вот щит установлен Как я и говорил Установил его На металлическом На металлических направляющих Вот в принципе все Сейчас будем крепить кронштейн Наверное закрепим где-то вот здесь По нормам Высота должна быть не менее Двух с половиной метров Сейчас померяем И там у нас получается линия идет Вот таким образом будет это все Вот так как раз Около двух с половиной метров Продолжение следует... 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 вон наши те два зажима вот идет линия к домику по высоте кронштейна я уже говорил норм здесь у нас анкерный зажим дальше идет сип в пнд гофру пнд гофра у нас стойкая ультрафиолету к солнцу и дальше по фасадным креплениям в гофре сип провод приходит в наш щит здесь установим еще одно фасадное крепление кстати я забиваю прям непосредственно доски под дюбель которая здесь выполнена специально такой загиб чтобы вовнутрь гофры не попадала влага гофра также является дополнительной механической защитой для самонесущего сип провода нашего в общем вот у нас в одной сип провод заходит наш щит и подключается соответственно на фаза на вводной автомат а нулевая жила нулевой провод на шину п е шина п е в дальнейшем будет заземляться там же будет установлена шина н и соответственно выполнено разделение пен проводника но об этом я расскажу вам уже в следующий раз более подробно здесь установлен нас в одной автомат в одно и узо устройство защиты от дугового пробоя ну или защита от искрения и отсюда кабель уже медный кабель у нас уходит непосредственно в распределительный щит нашего домика здесь уже выполнена обычная пвх гофра не пнд пвх и вот через гильзу выполнен очень выполнен вот распределительный щит но об этом я тоже более подробно расскажу вам уже в следующий в отдельном видео если у вас есть какие то вопросы то обязательно спрашивайте об этом в комментариях если вам понравилось видео то обязательно ставьте лайк обязательно подписывайтесь на канал ну а с вами как всегда был дмитрий автор канала заметки электрика до новых встреч